Дюнгвальд Хилькевича «Двое под одним замтом». Много снималось в 80-е, однако всесоюзная слава пришла после роли Тани Зайцевой в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Позже на новый пик популярности актрису вознесла роль Насти Каменской в сериале «Каменская». Пушистые герои рекламных роликов все чаще сегодня призывают владельцев животных заботиться о внешнем виде их подопечных. А ведь оказывается, тема лишнего веса у домашних питомцев сегодня актуальна во всем мире. К примеру, в Финляндии даже решили устроить конкурс для животных по типу передачи для худеющих людей. Вот такой вот оригинальный метод заботы о домашних животных. Ну а если у вас еще нет питомца, но вы очень хотите найти себе, например, усатого и полосатого друга, тогда приходите в Брестский областной краеведческий музей. До конца месяца здесь будет проходить выставка «Мурлыкающий март», где можно не только приобщиться к искусству, но и выбрать себе котенка. Подробности в сюжете Екатерины Стрихи. Доброе утро! Мы с вами находимся в Брестском областном краеведческом музее на выставке «Мурлыкающий март». Посвящена она самым грациозным и ласковым домашним питомцам – кошкам. На вернисаже представлены работы, выполненные в разных техниках и жанрах. Есть здесь и живопись, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство, и даже фото. Все, наверное, из нас слышали пение мартовского кота. Некоторые из людей сердятся, некоторые, наоборот, вдохновляются. Понимают, что наступила весна, новая жизнь, новая энергия, новое настроение. Выставку мы проводим второй раз. Проводили первый раз два года назад. Скульптура, фотографии, инсталляции, картины профессиональных художников и рисунки детей. 170 творческих работ вошли в праздничную экспозицию. Коллекцию начала собирать, наверное, уже лет 40 тому назад. Где-то начиналось с открыточек, в которых там двигались глаза. Ну, а потом уже пошли более какие-то вещественные изображения. Ну, и на данный момент уже много. Я собираю все, на чем изображены коты. Активное участие в вернисаже приняло и Бреское общественное объединение помощи животным «Доброта». На выставке волонтеры организации разместили стенды с изображениями котов и кошек, которые очень нуждаются в человеческой заботе и мечтают найти себе любящих хозяев. Мы надеемся, конечно, что все же кому-то кто-то понравится на фотографиях. И люди захотят выбрать себе питомца. Потому что, как вот позапрошлом году, насколько я знаю, мне люди потом звонили, по фотографиям брали вот животных. У Бресчан еще есть возможность получить положительные эмоции от просмотра художественных работ. А может и найти себе верного пушистого друга. Выставка, посвященная усатым и полосатым, продлится до 26 марта. Что ж, некоторым родителям наверняка непросто будет устоять от уговоров детей взять домой маленького котенка. А между тем, результаты недавних исследований позволили сделать вывод о том, что присутствие в доме кошки или собаки заставляет организм маленького ребенка активнее сопротивляться инфекциям. Кроме того, большинство детей расценивают четвероногих как надежных друзей, с которыми можно поделиться секретом или какими-то своими открытиями. Ну а в нашей программе прямо сейчас своими размышлениями и версиями о том, как самолет держится в воздухе, поделятся маленькие герои рубрики «Человечки». Почему самолет не падает? Потому что у него есть двигатель, и он может летать. Он держится, потому что ему управляют, и у самолета есть такие крылья. Самолет не будет летать без крыльев, а движется ветром и скоростью. Потому что сидит в самом первом, сидит человек, и он рует, поэтому он не падает. Наверное, сильный ветер, и он своими крыльями опирается об ветер, и у него есть там какие-то ветки, такие штуки, там, где есть ветер, и он может с этими лететь. Потому что у него крылья. Самолет держится в воздухе, потому что его водит капитан. Он на небе держится, потому что вот кто-то там рулит, и вот он держится, не падает. Наверное, снизу идет воздух, а он держит крылья самолета и все остальное. Потому что у самолета есть водитель, и он управляет самолетом, он может летать вниз, и он может так делать, чтобы самолет не падал, и у него есть крылья. Вот есть вот такой вот, из-за кого идет пар. Вот оно вот, если потом посмотреть на небо, и там такая вот полоска, то летит самолет. Что ж, теперь, думаю, ни у кого не возникнет вопрос о том, как же все-таки самолет держится в воздухе. Ну а мы продолжаем программу. Всем известно, что 2014 год в Беларуси объявлен годом гостеприимства. И в этой связи познавательную программу для жителей и гостей Брещины разработали библиотеки нашего региона. Например, в Брестской городской библиотеке имени Пушкина будут проводиться виртуальные кривические путешествия по нашей области. А в читальном зале запланированы литературные путешествия, приглашают улицы Бреста. Мы же сейчас приглашаем попутешествовать и узнать несколько интересных фактов из жизни наших родных мест. Вероника Тарасюк, ведущая рубрики «Околется», будет сегодня нашим гидом. Одному предопределено было стать философом, другому – психиатром. Сергей и Константин Поварнины родились в Брест-Литовске в 70-е годы XIX века. Если вы впервые слышите эту фамилию, не переживайте. Сегодня о знаменитых земляках мы вам расскажем больше. Доброе утро! Это «Околется», меня зовут Вероника Тарасюк. Также сегодня утром мы еще узнаем об искусстве спора и о душевном равновесии. Итак, Сергей и Константин Поварнины родились в многодетной семье, но именно их имена стали широко известными в мире науки. Начнем со старшего Сергея. Сергей Поварнин родился 11 сентября 1870 года. В 1890 году окончил историко-филологический факультет. Работал в различных учебных заведениях, заведовал библиотекой Института усовершенствования врачей. В 1946 году ему присуждена степень доктора философских наук, а в 1948 году – звание профессора. Логика, философия, психология и религия ведения – основные сферы интереса ученого. Наибольшую популярность получили его труды «Как работать с книгой» и «Монография о споре», датируемая 1918 годом. Сергей Поварнин в своей книге «Спор» о теории и практике спора приводит не только примеры логической аргументации и дискуссии. Нашлось здесь место также и психологии. Вот, к примеру, психология слушателя. Оказывается, очень немногие могут восстановить логический ход речи. И довольно редкие могут уловить ее главную мысль – схватить ее сущность. Из-за этого несчастного неумения слушать друг друга, многие споры обращаются в нечто невообразимо нелепое, в какой-то ужасающий сумбур. Так вот, чтобы спор не становился сумбуром, а был действительно дискуссией, в которой рождается истина, и существует книга Сергея Поварнина «Спор о теории и практике спора». Сергей Иннокентьевич, будучи человеком науки, приводил и примеры некоторых нечестных приемов в споре, но, оставаясь человеком крайне интеллигентным, призывал не пачкаться в грязи. Будущий лекарь души, его брат Константин, родился в 1877 году. После переезда семьи в Брянск получал образование в Орловской гимназии, где проявил отличное прилежание и любознательность. С отличием, в 1902 году оканчивает и военно-медицинскую академию. Через несколько лет этот ученик Бехтерева защитил диссертацию о роли внимания в простейших психических процессах. Много работал над вопросами психологии детства. Став главным врачом психиатрической лечебницы, а также заведующим кафедрой при Институте усовершенствования врачей, Константин Поварнин крайне ратовал за продвижение науки и развитие психиатрии. В одном из своих писем как-то он ходатайствовал о переносе занятий, так как слушателям курсов туда было неудобно добираться. Вот, к примеру, им приходилось ежедневно тратить по 4 часа на дорогу туда и обратно, особенно в зимнее время. А это, как заметил Константин Иннокентьевич, крайне тягостно и частью неприемлемо даже для тех, кто интересуется психиатрией или даже командирован в Петроград для ее изучения. Философия и психиатрия в советские годы были явлениями достаточно неоднозначными. Как Сергею, так и Константину приходилось работать в сложных идеологических условиях. Многое из того, что было сделано философом и психиатром, затерялось в лабиринтах времени. Но имена Сергея и Константина Поварниных навсегда вписаны в историю мировой науки. Философ и тонкий логик Сергей Поварнин оставил нам множество рекомендаций о том, как же повысить свой интеллектуальный потенциал. К примеру, он говорил о том, что необходимо неославно бороться с ленью мышления и воображения, так как они злейшие враги. А интеллектуальное совершенство, как и физическое совершенство, требует того, чтобы над ним упражнялись и работали, работали и еще раз работали. Надеемся, что рекомендации знаменитых земляков помогут также кому-то из нас зажечь свою звезду на небосклоне науки. Партнер прогноза погоды – компания «Санта-Брэмар». Редактор субтитров А.Семкин На сегодняшний день существует множество различных секций и кружков. И родители порой трудно определиться и сделать правильный выбор. Ну а дети еще не всегда понимают, чем же они все-таки хотят заниматься. В таком случае хорошим вариантом для всестороннего развития ребенка может послужить театральный кружок. Так ли это на самом деле, узнаем сегодня у наших гостей. В студии Надежда Придатко, руководитель театра студии «Раек», Брестского областного центра молодежного творчества. И Евгения Кугелева, участница этого коллектива. Женя Надежда Станиславовна, доброе утро. Доброе. Ну вот поправьте меня, если я не права. Вот порой родители всерьез не воспринимают занятия в театральном кружке, считают, что ну что это, да, баловство какое-то. А вот мне кажется, что это отличная возможность раскрепостить ребенка, дать ему как-то раскрыться. Вот я правильно рассуждаю, Надежда Станиславовна? Конечно, очень правильно, потому что это все сторонние развития, конечно же, ребенка. То есть это и движение, и пластикой занимаемся, и речь также. Они общаются очень много, они учатся фантазировать, размышлять. То есть это не какое-то определенное направление. То есть мы включаем очень много всего. И, конечно же, даже сама знаю по себе, я с детства занималась постоянно театральной деятельностью. Это очень помогает. Мне кажется, для детей это очень нужно, очень важно уметь правильно общаться, чтобы и в обществе потом они смогли себя правильно вести. Где-то они могут быть скромнее, где-то они могут быть смелее. Да и в школе просто, да, лишний раз не постесняться руку поднять. Женя, вот какая главная была причина того, что ты пошла в студию? Ну, мне очень нравится заниматься театральным творчеством, так сказать. Я рисую иногда даже. Вот, поэтому я решила, что пойти в театральный кружок – это будет правильное решение. И как-то хорошее времяпровождение. Хорошие друзья, думала, найдутся. Так и случилось. Вот, и как-то раскрепоститься, что ли, в обществе. Ну, сколько ты уже занимаешься? Уже занимаюсь три года. Прогресс, так скажем, есть? Да, конечно. В любую компанию можешь найти, да? Общий язык со всеми. Ну, Надежда Анастасовна, давайте поподробнее тогда вот о вашей театре-студии, да? Какие направления, вот конкретно, какие занятия, чем дети занимаются? С чего начинаются, может, если новенькие приходят? Ну, конечно же, это в первую очередь речь. То есть.